Стрэбух Стрэбух Рыби-би-би-битушечки! Здравствуйте! С вами расхититель помойки. И сегодня я вам покажу, насколько круто я обустроил свой гараж. Сейчас мы как бы в нем и находимся. Вот за моей спиной висит вот эта выбеска обалденная с помоечки. Вот нашел ее в помоечке. Видите, что написано здесь? Если можешь представить что-то, ты этого достичь сможешь. То есть, видите, я представил находки в помойке и я их получил и достиг. Это же можно сказать по поводу моего гаража, который сгорел в пожаре и я его восстановил. Вот, кстати, самое главное, что я прокачал в этом гараже с помощью ребят из Neon Or Neon. Посмотрите на эту крутую вывеску. Она реально обалденная. Помоечка кормит ребятушечки очень сильно. Поэтому я как бы такую надпись и сделал. Ведь помойка в моем сердце навсегда, на всю жизнь и всегда, даже если у меня будет 100 миллионов подписчиков, я про помоечку никогда не забуду. А еще ребятушки, эти ребятки сделали мне вот такую обалденную вывеску в виде значка моего канала. И я ее, кстати, повесил на вот такую обалденную сетку, которую купил за 2800 рублей в Leroy Merlin. И смотрится прям обалденно. А еще они мне дали вот такую вот обалденную мини-вывеску, которую я, кстати, разыграю, но об этом скажу вам уже чуть позже. Если вы не видели видос с обустройством гаража после пожара, то посмотрите его обязательно. Он будет вот здесь, в левом углу, вот этом вот, вот здесь, наверное, или тут, вот тут, наверное. После этого видео, что у меня еще поменялось? Нашел я вот такой вот обалденный сундук, вот он, смотрите. Вот такой вот он лакированный. Уже, кстати, запылился. А внутри я храню, смотрите, что. Вот такой мобильник Panasonic для связи с космосом. Также здесь есть вот такая вот смазочка. Ну и, конечно же, игрушки 18+, все, потому что я их коплю. Я хочу набить этот сундук максимально, чтобы в нем было максимально много смазочки. с помоечки. Да это все я для деда отложил. Это сундук дедов. Вот и здесь тоже есть. Вот такая вот штучка непонятная, резиновая. И вот такой какой-то это киндер-сюрприз на веревочке. А здесь еще, видите, лежит булочка мягенького хлебушка. Вот он, хлебец дома, мягкий, домашний почти. Это матка наш какой-то, маткаш. Но не с помоечки. Это у меня вот друг Димочка покупал себе, кушал. Видите, погрыз и мне половинку оставил. Это я отложу, но потом покушаю. А еще в гараже появилась очень крутая тема. Это вот эта вот штучечка. Это я буду использовать вместо микроволновки. Вот это, мини-найт температуры стерилизатор. Это, короче, такая штука, которая стилиризирует вот эти вот всякие скальпелями, коллические вот эти штучки. Оно все туда складывается и при большой температуре убивает все микробы. Но я буду использовать вместо микроволновки. Я буду там все греть, вот эти бутербродики с помоечки. Ну или что-то и кого-то разогревать там буду. Также в помоечке я нашел вот такой вот топовый Яндекс рюкзак, который я отложил. И он мне пригодится в будущем как реквизит для съемок. Обалденный рюкзак. Он вообще на вид как новый. И просто офигенный. А еще в гараже у меня стоит вот такая вот топовая магнитола от бренда Sony. Она на кассетах и вроде бы еще и на дисках. Она работает полностью. И если я хочу поностальгировать, я могу послушать музыку на кассетах типа Фактор 2, там Виктор Цо и так далее. Еще у меня появилась вот такая вот окулейла. Только эта окулейла не моя, это моего друга Димы. Играть я не умею, но когда-нибудь, возможно, научусь. Окулейла полностью целенькая. Он ее обменял там на что-то, на какую-то находочку с помоечки. В общем, пусть пока лежит. А еще вот была найдена в помоечке вот такая вот электронная фоторамка. Я думаю, вы ее помните. Я ее показывал в видео, когда я находил находки. Она полностью рабочая. Я сразу подумал, что ее стоит оставить себе. Я загрузил туда свои фоточки. Видите, ребятки, какая машина огромная. Это я раньше на утренний стояк ходил и занимался. Но сейчас у меня времени на это реально нет. Но тем не менее, машина во мне все еще не дремлет, а воскрешается иногда. Когда я оголяю свои крылышки, я становлюсь в 10 раз мощнее. Я думаю, про компьютер вы все помните. Это компьютер, собранный наполовину с помоечки. Вот эту клавиатуру находил я примерно месяц назад. Видите, она светится. Работает офигенно. Механическая и с помоечкой абсолютно бесплатно. Также с помоечки. Вот эта мышка. В целом неплохая, типа работает и норм. X7 Gaming, Estone какой-то. Stone Island, короче, мышка. Просто кайф. Ну, короче, кто не знал, я иногда стримлю в гараже. И обустраивал я его с целью на то, чтобы здесь стримить и чилить. И по кайфу отдыхать от помоечки. Потому что на помойках я устаю, конечно, иногда капитально. Кстати, ребятушки, если вы не знали, то я стримлю на второй лайв-канал. И ссылочка будет в описании. Там я в прямом эфире показываю, как я нахожу находки в помойках. А когда стримлю в гараже, я иногда общаюсь с подписчиками. Там учу разнообразный контент. И хочу эту тему развивать. И если у вас есть идеи по развитию данных направлений, что можно было бы снимать в гараже, то пишите в комментариях. Но я думаю, что я в будущем буду снимать какие-нибудь приколюхи с бомжихами. То есть я их буду звать в гости, спаивать их и делать им массаж. Ну, здесь на полочках у меня сохранится реквизит для съемок. Вот эта шляпа ковбойская с помоечки. Также вот есть здесь пиратская шляпа. Это для расхищения о помоечках. И если вы меня увидите в этой шляпе, то берегитесь. Потому что я буду в ней вообще пиратом и опасным. Вообще пипец. Вот есть вот такая вот шапочка такая. Ну, прям вообще супертеплая. Я ее буду иногда одевать зимой, если холодно будет. А еще была найдена вот такая вот шапка. Она, кстати, обалденная. В том плане, что смотрите, что она может. Ну и самое ценное, что стоит на моей полочке в виде обуви. Это вот такие вот лакированные лакоцакели с помоечки. Джеймс и Бонде. Посмотрите, какие они мощные. Только они вот тут, видите, это из дермантина сделано. Они после дождя уже развалились. Но смотрятся супер круто. Я их одеваю под спортивные Adidas штаны в три полоски. Вообще, чтобы меня все боялись на помойке. Также, я думаю, мои подписчики все видели. Вот стрим, где я с Мафаней. Ссылочка на его канал будет в описании. Это стример по чатру Леточки. Мы с ним... Я его пригласил на помоечку. И мы с ним прошлись. Залутали помойки. У нас был своеобразный челлендж. И я нашел вот это игровое кресло. Только вот здесь очко, как видите, мощно пропержено. Его так пропердели, что оно бедное уже все облезло. Но, тем не менее, креселка-то полностью целая. Видите? Оно для меня, для короля помоек. Потому что здесь написано King. Королевский размер в моих штанах. Это все понятное дело. Но тут дна нет, видите? Тут нет дна. Поэтому придется дно где-то на помойке достать. Прикрутить. И будет у меня еще одно игровое кресло с помоечки на халяву. Все вы знаете, что у меня сгорел этот гараж. И я его восстановил. А кто не знает, то посмотрите видос про сгоревший гараж. Будет он в описании. Ссылочка. Короче, этот гараж у меня сгорал. И потом я его восстановил. И чтобы он больше не загорелся, я решил, ребятки, действовать уже по-серьезному. И закупился на Алиэкспрессе. Охранно-пожарной сигнализацией у ребятушки. Вот это уже уровень. Такого тут вообще ни у кого в гаражах нет по-любому. Вот смотрите. Здесь установлена охранная панель. Куда вводится, вот видите, код безопасности. Также сюда у меня на брелочке есть вот... Сейчас сниму. Также вот у меня на брелочке есть вот такой специальный ключичек, с помощью которого я ставлю эту охранную сигнализацию на сигнализацию. Вот так вот. Видите? System Arms. 27 секунд. Мне остается 26-25, чтобы выйти и закрыть дверь. Потому что на двери у меня установлен вот такой вот датчичек. Вот он, датчик, видите? Это датчик срабатывания. То есть, если кто-то вскроет мой гараж и зайдет сюда, то его сразу полиция приедет. Все сразу подключено у меня к охранной ферме. И к ним сразу поступит звонок, и они сразу приедут. Ну, пока оно не сработало, надо мне отключить. Но я могу для вас ее продемонстрировать. Вот, видите? Датчик движения сработал. Вот. Видите? Датчик движения, вот, сработал. Вот. Все. Вот, видите? Вот, видите? Вот, видите? Вот, видите? Фух. Сейчас надо позвонить в полицию, чтобы не приезжали. Это отменить все. Сейчас по-быстрому. А то сейчас приедут, меня загребут. Подумаю, что я, короче, взламываю свой же гараж. Да, майор, это не надо приезжать. Тут все под контролем. Тут съемки ведутся. Да, да, да. Давайте, да. Спокойной ночи. Помимо геркона на двери и помимо датчика движения, у меня еще установлена не только безопасность, вот это вот, ну, а еще пожарная сигнализация. Вот, автономный датчик вот здесь стоит. И если будет здесь задымление, то мне сразу на телефон придет смс-ка. Также смс-ка мне придет, если сюда кто-то войдет. Вот, также у меня из таких датчиков-то два ребятушки. Вот этот второй, вот здесь он, вот тут, вот он. Здесь второй уже пожарный датчик стоит. В общем, купил я этот комплект на Алиэкспрессе примерно тысяч за девять. Я купил комплект для этого гаража и еще для второго. А я же снял второй гараж, ребятки. Теперь у меня здесь будет чел-зона. Здесь я буду отдыхать, стримить, ремонтировать какие-то телефоны, что-то такое мелкое. В общем, будет здесь работа, если проходить, производиться, но не пыльная. А во втором гараже у меня склад для находок, у меня вся пыльная работа. И там я собираю сюрприз-боксы. Вот сейчас мы пойдем и посмотрим мой второй гараж. Кстати, за аренду этого гаража я плачу пять тысяч. И за аренду второго тоже пять тысяч. Также из обновлений гаража у меня появился вот такой светильничек в стиле лофт, куда я вкрутил красную лампочку из помоечки и положил туда свой черепок. Вот эту вот голову и вот эту вот масочку. Масочка, кстати, довольно-таки криповая. Кто подписан на мой инстаграм, я как-то в сторисе показывал такой светящийся стеклянный костюм. Я находил на помойке, я его уже выкинул. А вот эту масочку оставил себе. Я думаю, она мне когда-нибудь пригодится для съемок, возможно. Ну и какая у меня тут умная лампочка? Сейчас увидите. Лампочка у меня вот такая вот. Это умная лампочка от Алисы. Она настраивается. И это офигенная альтернатива RGB-ленте. То есть можно купить такую лампочку. Она коннектится по Wi-Fi к телефону. И там можно настраивать разные режимы. Там есть режим дискотеки, режим сиреневый. И разные цвета. Короче, все можно менять. Обалденная лампочка. Советую, я взял ее по скидке за 50% за 600 рублей. Лампочка топ. Вместо RGB-ленты на фон подсветочку повесил за телевизор у себя в квартире такую же. И просто... Обалденно, ребятки. Ну что, ребятушки. Сейчас я вам покажу уже второй гараж, который я арендовал под склад. И я его, кстати, обустроил. И даже не показывал это на стриме. Специально, чтобы вы сейчас все увидели. У ребятушки, здравствуйте еще раз. Вот он, этот гараж. Который я снял недалеко от основного гаража. За 5000 рублей, у ребятушки. Этот гараж я снял под склад. Чтобы здесь делать все темные делишки. Здесь я буду чинить электронику. Здесь я буду перебирать находки с помоечки. Сортировать нюхательные колготочки. Также здесь я буду собирать сюрприз-боксы. Ссылочка будет в описании. Так. Расскажу сейчас основное по обустройству гаража. Когда я сюда заехал, здесь не было ничего абсолютно. Но теперь у ребятушки здесь есть все, что деду надо. Здесь есть с этой стороны огромные вот широкие полочки. Которые я сделал своими собственными руками. Здесь с помощью ламината я их сделал. Потому что ламината много у меня осталось со старого гаража. С обустройства его. Вот. Поэтому полки широкие. По идее крепкие. Установлены они на вот такие бруски. Через дюпель-гвозди к стене. Это они служат в виде рамы. И крепятся к стене. Молотком забиваются они. А полки висят на уголках. Которые я купил в Леруа Мерлен. Ну короче. На обустройство этого гаража. Говорю сразу. Потратил 1025. Всего лишь. Это немного. Тут потратил на провода, электрику и так далее. На эти уголки. Какие-то доски. Вот каркас основные. И в принципе все. Так. Из основного. Помимо полок. Сбоку. Самодельных. И вот здесь еще полки есть. Вот посмотрите. Вот эту полочку. Я сюда повесил. Она с помоечки. Она была длинная. Я ее распилил на две части. А остальные части у меня в основном гараже. А сюда я повесил вот эту полочку. Здесь чтобы хранить вот эти. Вот смотрите. Вот эти. Чтобы хранить конденсаторы. Вот тут КМ и все. Вот это. Вот КМ и всякие. Вот конденсаторы я тут храню. Это все покупается. Это вот. Вот это дорого стоит. Робитушки. Также здесь конечно же мои шурупчики. Вот это. Смотрите. Шурупчики. Уголочки. Болтички. Все у меня здесь хранится. Потому что это все мне пригодится. Все мне это пригодится. Потому что у ребятки. Вот. Также тут прожектор. Ну короче. Я не буду все подетально рассказывать. Потому что это затянется на 10 часов. Здесь есть вторая полочка. Где тоже хранятся всякие находки с помоечки. Вот такой вот вентилятор. Это для маникюра. Как я узнал позже. Но поначалу подумал. Что это вентилятор. Ну если жарко. Там дуешь. Ну ставишь. Вот так вот. Продувает тебя. Вот. Здесь есть детский синтезатор. Вот рабочий с помоечки. Вот он лежит. Ну как вы заметили. Играть я умею. Что по столу. Да стол вот и стол. Стол стоит и стол держится. Все потому что у меня руки. Вы знаете из какого места. Не из жопы точно. Все сделано в принципе грамотно. Стол очень прочный и большой. Находили вот этот стол. Короче. Находили вот эти штуки. Из стола сняли. И сюда поставили. В общем. Арбузики вот здесь лежат. Вот это уже поинтереснее у ребятушки. Вот с помоечки. На стриме я эти два арбузика находил. И до сих пор их никто не съел. Поэтому я думаю сейчас настало именно то время. Когда я его продегустирую. Вот. Арбузик с помоечки. И на вид он кстати вроде как квадратный. Вроде круглый он. И не мягкий. Давайте я вот попробую его. Просто сердцевинку съем. Потому что ну целый арбуз я точно не осилю. Вот это. Сейчас вырежу из него жопку. Хвостичек у него сухой и выпирает. Поэтому я думаю что арбузик по идее должен быть нормальный. Но видите его же выкинули. Возможно не зря. Возможно с ним что-то не так. Смотрите какая сердцевинка у него. Жопка сочная. Пахнет арбузом классическим. Кстати он довольно таки сладкий. Помойкой даже не воняет. Я вообще думал что он внутри будет гнилой. Но он абсолютно не гнилой. Офигенный арбуз помоечки. Сейчас вот наемся арбузичкой ребятки. И буду в туалет бегать часто. Также по кайфу. Был найден. Ребятушечки. Также по кайфу был найден. Вот этот вот диванчик. Он здесь служит вместо табуретки. Ну как бы на нем можно сидеть. Он мягкий. Он кстати помойкой даже не воняет. Был найден на гаражной вот здесь прям помоечке. Самое крутое что он с нишей внутри. Я храню всякие рюкзаки с помоечки. Всякие толстовки. Там вот всякие штаны. И на зиму. На зиму вот припас вот такие вот перчаточки. Чтобы зимой в них ковыряться. В моей любимой помоечке. А еще вы могли заметить большое количество вот этой одежды. Эта одежда вся полностью с помоечки. Здесь вот толстовочки разнотипные. Курточки зимние. Это как я заметил. Что я скоплю это все то на зиму. Зимой то она будет в чем то ходить по помоечкам. Вот эта куртка неплохая. Супер теплая и дорогая. С помоечки. Вот это потому что помойка то радует. И меня одевает. Поэтому у меня есть разнообразие выбора. Я могу разные вещи обувать. Вот это ребьёки с помоечки. Вот целые полностью моего размера. Тут по факту обувь всего моего размера. Тут чисто бренды. Адидасы, Найки, Рибики. Даже Умбра есть. Все в принципе плюс минус целое. И для помоечки пригодится. Потому что обувь лишней не мешает. Не бывает это и не мешает. И я её всегда набираю. Потому что ходить в чём то то надо. Здесь у меня хранится оружие против конкурентов. Я уже заряжен ребят на супер мощную атаку. Ведь они каждым днём всё наглее и наглее. И на помойках ко мне пристают. И говорят что помойки это их собственность. Поэтому я буду заряжаться. И стрелять уже на них на поражение. Если они захотят мои находки отбирать у меня. Вот этот шкафчик я вам хочу показать. Посмотрите. Вот он желто-чёрный. Вот этот вот. Смотрите какой он тяжёлый. Такой шкаф стоит 25 тысяч рублей. Но я его купил на металлоприёмке за 1450 рублей. По цене металла. Потому что я когда его увидел. Сразу понял что надо такое покупать. Ведь на новый мне бы денег не хватило бы. 25 тысяч ребятки. Это очень дорого. Тем более на Авито он тоже дорого стоит. БУшный 1015. А на металлоприёмке за полторашку. Это просто подарок. По электрике здесь всё просто ребятки. Просто, надёжно и быстро. Обустроили мы этот гараж за 3 дня с Димоном. И сделали всё достаточно быстро. Вот это да. Вот видите, основной кабель, питающий этот гараж, сечением 2,5 миллиметра. Заходит, заходит, по-моему, в коробочку через обжимнички-клемнички. Вот здесь стоит автомат. Вот он, видите, всё выключает. Безопасность превыше всего. Здесь стоит розетка, выключатель на свет. Всё работает. Вот ещё одна розеточка. Специально сюда под стол, чтобы подключать электроинструментом. Вот такие вот, видите? Вот. Вот такие вот, чтобы Декстеры подключать. Вот эти вот, видите? Декстеры. И, кстати, Декстер. Есть же такой блогер на Ютубе, вот этот Декстер. Вы думаете, что, который на Рублёвках лазит? Да я не верю ему. Он говорит, он там в своих видео показывает, что он там находит эти вот симплы-димплы, как у Влада А4. Не верю я ему. Не верю, ребятки. Вот можете ему написать, что Штребух тебя приглашает на помойку питерскую. И если он не придёт и сольётся, то окажется он просто, ну, позером. Обычным позером. Потому что на своём Мерседесе он по помойкам Рублёвки там гоняет, что-то находит. Да не верю я ему. Это всё постанова, ребятки. А если нет, то пусть он приезжает, и я его покажу, как на доходке добывать. Как с дворниками надо драться. Вот, ну, как видите, розеточка работает. Всё ништяк. Так, по электрике ещё дальше расскажу. Провод вот здесь проходит, ребятки. Вот он здесь проходит. А потом заходит в эту коробку. С этой коробки он раскидывается на два кабеля. Один кабель идёт на освещающую лампу. Второй кабель заходит в коробку. Это с расчётом на будущее делалось. Потому что к этой коробке можно будет подключить хоть 10 вот здесь вот розеток. Потому что если вот этой будет мало, я сюда ещё накидаю побольше всяких розеток. Вот. Так что по электрике всё cool, всё nice, всё very class. А, про пол вот хотел сказать. Вот, ребятушечки, смотрите сюда. Пол этот. Это проблемный на самом деле. Потому что, когда мы заехали в этот гараж, стены были голые. Но когда я увидел вот этот щебень на полу, я реально расстроился. Всё потому, что, ну, это шляпа конская, ребятки. Это вообще, ну, пыли тут очень много. Но эту проблему я решил просто и надёжно. Когда я заезжал в подвал, там была ситуация тоже самая. Вот такая же. Всё было в щебне. Это всё решается легко. Коврами. Просто застилается всё вот этими коврами изумительными. И всё. И больше тут париться не о чем. Пол же я тут не буду заливать. Это съёмный гараж. Я взял вот с помоечки, набрал ковров с клопами, сюда принёс. Накидал их, настелил и всё. Был один ковёр, вонючий падла. Его, походу, собаки обоссали. Мы его постелили, а, по-моему, через пару дней мы поняли, что на этом ковре кто-то умер. Поэтому мы этот ковёр выкинули сразу. А эти не воняют, лежат и удерживают пыль. И, ну, так приятнее ходить, как бы, не то, что по голому щебню. Вот. Поэтому всё сделано здесь просто, быстро и грамотно. Всё за минимальный бюджет. Короче, ребятки, всё сделано за минимальный бюджет, быстро и грамотно. Потому что денег, вот, был у меня бюджет на обустройство 25 тысяч. Всё, я в него вписался. Вылазить за бюджет, конечно же, не хотелось. То есть гараж съёмный. Тот-то основной я, может быть, когда-нибудь накоплю бабок, выкуплю. А этот гараж я что-то не хочу бы купать. Потому что тут пол вообще, ребятки, даже досок нет. Я пола тысяч за 200 купил бы, и то тысяч за 100 бы, наверное. А лучше бы за 5 тысяч рублей. Не. Ворота в этом гараже неутеплённые. Вы видите воротины вот эти? Видите? Они вообще лысые. То есть голый металл. Зимой я не знаю, как тут будет. Наверное, будет холодно. Будем что-то думать. Но ворота однозначно буду утеплять. Вот так вот делать рамки деревянные. Ну, здесь просверливать дырки. Приделывать вот рамки деревянные здесь буду. И накладывать пеноплексы. Обшивать всё какой-нибудь фанерой. Или, я не знаю, досками какими-то. Ну, конечно, фанера будет дешевле. Скорее всего фанерой. Потому что вообще цены на строительный материал сейчас жёстко поднялись. Всё из-за, наверное, этих вирусов. Из-за кризисов. Но придётся покупать. Вот доски-то можно на помойке найти. Но фанера это очень редкая находка. Вот так вот, да. Насчёт сейфа в ребятушечке. И здесь я позагуботился о безопасности. Потому что, вы знаете, что у меня сгорел гараж основной. Который сейчас стал чел-зоной, где я кайфую. Отдыхают помоечки. Здесь же стоит теперь сейф. Огромное спасибо подписчику, который работает охранником. Тут неподалёку от меня. Спасибо тебе огромное. За то, что подарил мне вот этот шикарный сейф. Вот он, видишь? Вот он этот сейф. Ребятки, видите? Сейф этот, ребятки, открывается и закрывается. Всё потому, что у него есть двери. А эти двери чуть-чуть скрипят. И самое интересное, что этот сейф вообще в военных целях когда-то использовался. И здесь вот есть крутящиеся эти задвижки. Только что-то он до конца что-то не закрывается. Ладно, неважно. В общем, сейф офигенный. Вот закрывается и сдержит, по идее, любой пожар. А для того, чтобы наверняка не было пожара, были приварены вот эти вот ножки. От стула, кстати, какого-то советского. Взял я, вырвал из стула и приварили вот и к этому сейфу. В этом сейфе мы теперь храним всё то, что может взорваться и спалить нам нахер гараж. Вот здесь, как вы видите, лежит аккумулятор от ноутбука. И всякие разные телефоны с помойки. Вот ещё зеркальце здесь есть. Нашёл я его в помойке. Оно керамическое, целое. Я сразу понял, что здесь, по такой уже традиции, что ли, в каждом гараже, который я снимаю, везде висит зеркало. Поэтому здесь оно тоже висит, чтобы подкрашивать губки женщинам каким-нибудь. Здесь вот это лежит, вот здесь самокат с помоечки целый. Вот видите, вот такой вот. Нормальный обычный самокат, что сказать-то. Сел, поехал. Только ручки тут какие-то мокрые. Может его кто-то обоссал, я не знаю. В этой тележке у ребятушки я храню металлолом с помоечки. Вот если вам, конечно, интересно, посмотрите, всякие материнские платы очень старые, прям очень-очень старые, были найдены в помойке. Всё это здесь лежит и копится. Медные проводки, латуневые смесители, алюминий, вот. Всё это цветной металл, если вы не знали. И я это всё собираю на помойке, потому что это всё можно сдать и заработать денег. А вот этот провод, я не понимаю, почему тут лежит, потому что он топовый. Кое-кто, видимо, по имени Дима, хотел сдать на металл вот этот провод, ребят. Тут сечение 2,5 точно, если не больше. Он что, вообще гонит что ли без? Такое нельзя сдавать, это нам пригодится в ребятке. Нам это надо. Для проводки может понадобиться. Кто тут ходил, кстати? Кто-то тут ходил, как будто бы. Да нет, показалось. Это шиза у меня, походу, ребятки. Я думал, кто-то ходил там, а нету никого. Может, сова пролетала? Не знаю. А, вот маслечко, маслечко. У ребятки, я вам сейчас такое покажу, обалдеете. Маслица вот это, вот, смотрите, вот. Маслица ореха, вот, грецкого, без ГМУ. Выращена в соответствующей среде. 4 бутылочки, ребятки. Оно жирненькое такое, вот. Бультихается, слышите? Я думаю, его для дрочки использовать. Потому что охота его протестить, конечно. Мне кажется, оно органичное и хорошо будет впитываться в кожицу моего пениса. Да. А вот этот приборчик, ребятки. Я даже сам не знаю, что это такое. Потому что я не понимаю, что это, ребят. Может, вы поймёте, что вот это. Напишите в комментариях. Я не понимаю, что это. Но мы это находили. Я и Дима не помню. Сюда блок питания вот вставляется. Здесь какая-то обмотка круглая. И сюда что-то вот, как бы, может и вставляется. А может нет. Много всяких конденсаторов. Вот кто разбирается, объясните мне, что вот это такое. Потому что я это храню для лучших времён. Когда время у меня появится, я хочу этот прибор понять. Распознать его. Для чего оно? Может, это что-то мне надо. Или может не надо. Не знаю. Вот это здесь поролон мой. Но это для мопеда под жопу стелить. А вот это, ребятки, мои соты. Которыми я считаю прибыль с помоечки. Вот, допустим, кто не умеет на них считать. Вот берёте, допустим, это 5 плюс 5. И вот считаете. Раз, два, три, четыре, пять. Плюс и раз, два, три, пять. Равно 10. И здесь ещё 5, 15. И здесь 5, 20. И если добавить ещё двоечку. То считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре, пять. Значит, будет уже 5, 22. Короче, тема офигенная Советского Союза. И, возможно... Короче, тема офигенная Советского Союза. Вот вместо калькулятора, если батарейки сядут, советую к использованию. Дальше вот здесь. Это сумки. Тут всё для рынка уже подготовлено. В этих сумках даже есть вот свежие находки с помоек. Вот штанишки я находил. И, кстати, я... Фу, они воняют, ребят, очень сильно. Какой-то бомжатиной. Их я хочу носить для помоечки. Просто надо их постирать. Вот свежие находки с помойки. Вот это вешалка целая. Вот такое вот молочко для тела. Почти полное. Ну, наполовину полное. Здесь это вата в пачке. А здесь йод и зелёночка. Всё в пакете, в зиплоке лежит. И вот такой огромный замок был найден. Мне в гараж. Посмотрите. Посмотрите, какой огромный замок в гараж. И был найден. Я его на дверь установлю и буду им пользоваться. Топовый замок. И очень, кстати, тяжёлый. Я его на металл ни за что в жизни не сдам. Я его приварю к двери. И будет у меня всё изнутри закрываться. Короче, в этих сумках барахло для барахолочки. Всё подготовлено. Вот робот-пылесос тут лежит. Находили мы его. Он даже, кстати, работает. Вот это. Смотрите. Вот там лампочка моргает. Видите? Видите? Тут очень много вещей. Потому что на барахолочке очень хорошо покупают шмотки. Вот здесь всякие эти. Вот, смотрите. Допустим. Каппа. Каппа. С помоечки. Каппа. Вот. Курточка вот такая вот. Это оригинал. И это всё полетит на барахолочку. И там продастся рублей за 300. Потому что вообще эта фирма не дешёвая. И стоит она офигенных денег. Вот это вот в Краснодаре носили. Потому что тут написал Краснодар. В общем, ребятки. Помоечка радует. И вообще кайф. Теперь у меня есть этот гараж. И прям как камень с души. У меня теперь вообще всё круто. Всё чётко. Здесь всё перебирается, разгребается. Все сортировочные моменты здесь решаются. Грязные дела тут делаются. А во втором гараже я отдыхаю и кайфую. А здесь кручу шурупчички и болтички. Блин. Слегка солёненькие у ребятушки. Я не знаю почему. В целом сочный арбузик. Балдёжный. Помоечка дарит то, что я вообще не ел в этом арбузе. Я в этом году арбузы не ел. Это второй арбуз из помоечки. Не знаю. Как-то руки не доходят купить. В общем, ребятушки. Что я хочу самое главное сказать. Если бы не вот эти вот неоновые вывески. Не получилось бы создать такой уют и такой стиль в гараже. Поэтому ребятам из Neon. Or Neon. Огромное спасибо за такой балдёж и красоту. А если вы хотите ребятки сделать что-то подобное в своей комнате. В своём рабочем месте, где у вас компудактер. То смело им пишите. А скидочка в 15% будет для вас самым что ни на есть кайфом. Они делают вот такие вот вывески. А также делают вывески на заказ. Вот как у меня на заднем плане. Значок канала они мне сделали. Надпись «Помойка кормит». Написать они могут всё что угодно. В принципе из Neon можно выгнуть любую скульптуру. Даже в виде писюна ребятки. Всё зависит от вашей творческой фантазии. Поэтому ссылочка будет на ребят в описании. Скидка 15% по промокоду «Помойка кормит». А вот эту вывеску они мне дали не просто так. Я её себе оставлять не буду. Я её разыграю среди вас. А условия на розыгрыш будут в описании. Там нужно будет всего лишь написать комментарии под их постом в их инстаграме. Если вам понравился мой гараж, то обязательно поставьте лайк под это видео. И расскажите друзьям о том, что я сделал в этом гараже. Все вы знаете, что после пожара я его восстановил. Ну и получилось только лучше. Я вообще балдею. Помимо этих крутых вывесок у меня ещё есть. Охранно-пожарная сигнализация. Теперь тут точно ничего не сгорит. И всё под охраной. Если что, полиция сразу приедет и вот так вот сделает. Всем, кто сюда залезет, ребятушечки. Поэтому я теперь сплю спокойно. Всем пока.